Всем привет, мои хорошие! Я рада вас приветствовать на своем канале. Для начала хотела бы озвучить, что все, что касается темы Украины, я выкладываю в своем телеграм-канале. Отчетливо понимаю, что да, телеграм съедает много памяти на телефоне, но, к сожалению, таковы реалии, что с каждым днем YouTube создает новые и новые препоны, ролики проходят тщательную проверку вплоть до блокировки канала. Моему каналу уже 5 лет, и мне бы не хотелось его лишиться. Поэтому, ребят, кому интересно, подписывайтесь в телеграм, ссылочку оставлю в инфобоксе. Ну, а сегодня будет очередная цветочная тематика. Я хочу вам рассказать про черенкование пеларгонии, а именно про черенкование плющелистных пеларгоний или плюшечек, как их еще называют. Я неоднократно вам говорила о том, что плющелистные пеларгонии элементарно и легко черенкуются в воде, и этот способ подойдет именно для тех людей, у которых не получается черенкование в грунте, либо в торфяной таблетке, но загнивает у них черенок. То есть люди мне пишут, Наташа, мы делаем все то же самое, что и ты, но никак не получается нам набить руку, черенок гибнет. То есть черная ножка, ну и все. Поэтому черенкование в воде, вот именно плющелистных пеларгоний, мне кажется, этот способ все-таки должен вам помочь. Вот буквально неделю назад я решила немножечко постричь свои плющелистные пеларгонии, которые у меня за зимний период подвытянулись. Это, видите, те же самые пеларгонии, которые я забирала с дачи в конце августа. Ну и вот этот кустик, тут были два таких длинных побега. Видите, на конце я увидела цветонос, поэтому решила этот побег не трогать. Пусть уже пеларгония распустится, порадует меня своим цветением, а потом я ее уже немножечко укорочу. Ну а вот тот второй стебелек, который я подрезала и пустила на черенки, видите, уже новые побеги, новые пазухи. И, в общем-то, чем мы чаще наши пеларгонии стрижем, тем пышнее они в итоге у нас получаются. И вот я вам покажу, как же выглядят черенки спустя неделю после того, как я их, грубо говоря, сняла со своего кустика. Во-первых, давайте обратим внимание на внешний вид черенков. Здесь две штучки, то есть они имеют хороший упругий тургор, то есть они не завяли. Ну и дальше уже непосредственно мы видим, да, хороший калус, то есть это не колиус, как некоторые называют, да, то место, где у нас черенки срезались, так называемая вот мозоль, из которых и будут у нас расти новые корешочки. Вот вам, пожалуйста, прошла всего, ребят, неделя. Поэтому, ребята, не бойтесь размножать свои растения путем черенкования в воде. У меня на канале есть целый плейлист, как это правильно сделать, как не загубить черенок после того, как он дал уже корешки в стаканчике. И я думаю, что у вас все должно обязательно получиться. Ну и заканчиваю я свой ролик той же пеларгонии, с которой и начинала. Посмотрите, во-первых, какой здесь обалденный размер цветка. Не устаю на это обращать внимание. Обильно цветущая, то есть три цветоноса. И вот, пожалуйста, четвертый на подходе. Да, не совсем меня устраивает форма. Обязательно буду ее корректировать. Но, тем не менее, вот такое обильное цветение, конечно, никого не может оставить равнодушным. Ну, а я вас всех поздравляю с наступающим праздником Великой Победы. И победа обязательно будет за нами. Всем добра и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok